Добрый день всем, кто зашел в гости на мой канал. Рада вас приветствовать. Сегодня мы посмотрим с вами красивые фиалочки и поговорим на такую тему. Обязательно ли пересаживать фиалки осенью? Особенно это касается именно цветущих фиалок. На это видео меня натолкнул один комментарий. Сейчас я вам его зачитаю. Зачем пересаживать цветущие фиалки? Знак вопроса. До цветения не пересадить. Знак вопроса. Здесь причина только одна. Чешутся руки. Три восклицательных знака. Когда у фиалки загнивают корни, растение само по себе скидывает цветы. Но это уже, я бы сказала, утверждение. Сразу хочу сказать, я зачитала этот комментарий. Не унизить человека. Ни в коем случае не оскорбить. Просто давайте разберемся. Вот смотрите. Мы фиалководы как бы делимся на три категории. Одна категория. Это те, которые пересаживают свои фиалки два раза в год осенью, весной. Вторая категория относится к тем, кто пересаживает, переукореняет один раз в год. И есть еще третья категория, которые склоняются к тому, что фиалку нужно пересаживать, переукоренять по требованию растения. То есть дождаться, я так понимаю, пока оно заболеет, пока начнется загнивание корневой системы и только потом пересаживать. Лично я себя отношу скорее к первой категории. Я чаще всего переукореняю, пересаживаю свои фиалки два раза в год. Потому что мои фиалки в основном растут на фитильном поливе. Фитильный полив требует определенных условий, которые не всегда я могу, так скажем, проследить. Потом, что еще фитильный полив у нас требует? Фитильный полив требует определенного состава грунта, а именно верховой торф с перлитом. Вот, то есть это по составу очень-очень бедный грунт. Также фиалки, которые растут на фитильном поливе, это розетки, растущие в маленьких размерах горшочка. Вот, представьте, есть сорта, которые цветут по три-четыре месяца подряд, не переставая. Вот, Леш, Зоря, Несяева, фиалочка. Она у меня уже цветет три месяца. И в маленьком объеме горшочка бедный грунт истощается. Вот, особенно при вот таком вот длительном цветении. И чтобы фиалка себя чувствовала хорошо, чтобы она вновь цвела три-четыре месяца, обязательно ее нужно пересадить, вплоть до того, чтобы переукоренить. Фиалка после пересадки, после переукоренения, это, ну, как стресс, да, для растения. Стресс переживают лучше растения, так же, как и люди, если они здоровые. Если же растение больное, вот, то вот эту пересадку, переукоренение, они переживают сложнее. То есть, дольше адаптируются. Дольше адаптируются, значит, будут меньше цвести. Ну, а сейчас я вам немножко хочу показать примеров, да. Смотрите, это RM хрустальный перезвон, фиалочка. За время почтового сезона я эту фиалку ободрала листики, можно сказать, до нитки. Вообще, этот сорт у меня в коллекции уже три года, даже, наверное, побольше. И всегда его очень мало покупали. Но в этом сезоне всем хотелось хрустальный перезвон. Вот, я распродала всех деток и поснимала у этой фиалочки очень много листиков. У фиалки был оголенный стволик очень сильно. Я в конце августа переукоренять эту фиалочку не стала, потому что, ну, там были бутончики. Думаю, дождусь цветения, пофотографирую опять, потому что, наверное, этот сорт именно у меня так раскупили хорошо, потому что мне удалось в каталоге сделать хорошее фото. Вообще, вот эту фиалку сложно красиво сфотографировать. Цвет именно передать, цветов, окрас, цвет, да, как правильно сказать. В общем-то, захотелось мне, чтобы она у меня осенью подцвела, и я ее не стала переукоренять. Я ее просто частично, так скажем, омолодила, то есть обрезала корневую систему и методом заглубления в этот же горшочек посадила. Что в итоге? Как бы фиалочка цветет. Ну, можно сказать, что не совсем плохо она цветет, но этот сорт способен на большее. У меня это цветение... Так, сейчас сфокусирую. Не хочет фокусироваться камера. В общем-то, меня это цветение не устраивает. И я вот в ближайшее время эту фиалочку буду переукоренять. Буду переукоренять, потому что здесь уже как бы и грунт вот такой вот, он уже окислился после летней жары, и даже то, что я свежий грунт добавляла, не совсем ситуацию исправила. Такой грунт уже, можно сказать, подпортившийся. Со временем будут на листочках начинаться краевой некроз. Мне это не надо, потому что мне нужно готовиться к следующему сезону продаж. Вот, нужно укоренять листики. А здоровые листики укоренять намного тоже лучше, чем какие-то плохие. Так, еще вам покажу. Это мини моя зацветает. Да что ж у меня камера не фокусируется. СК Афродита. Вот такая. Посмотрите, вся в бутонах. Красавица будет. А здесь у меня распускается Ава Екатерина. Вот такая красавица. Первый цветочек раскрылся. Вот ее, эту розеточку, я переукореняла в конце августа. И она, в принципе, неплохо выглядит. Там у меня пасана где-то растет. Вот там вот. Не снимаю его. Буду размножать этот сорт. Спрашивают. В общем-то, в принципе, я могу свои фиалки пересаживать, переукоренять круглый год. Потому что у меня есть дополнительная подсветка. У кого нет дополнительной подсветки, то со всеми пересадками, переукоренениями уже как бы максимум к концу октября нужно заканчивать. Ноябрь, декабрь – самые темные месяца. Вот. И фиалки значительно хуже переносят стресс в виде пересадки, переукоренения. Для тех, кто думает, да что там, я подкормлю фиалочки, и они у меня весной будут свистеть. Смотрите, если у вас грунт уже начал портиться, то есть вы замечаете вот этот солевой налет на поверхности грунта, то однажды, использовав удобрение, если у вас особенно плохая некачественная вода, да, то есть жёсткая, вы можете проснуться утром и недосчитаться нескольких своих фиалочек. Потому что использование удобрений – это целая наука, можно так сказать. В этом видео я с вами поделилась своим опытом. Возможно, у вас другой, всё это, в принципе, нормально, но у меня это вот так вот. На этом всем всего доброго, ставьте лайки, кому видео понравилось, пишите свои комментарии. В общем-то, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok